Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами будем говорить о международном сравнительном исследовании качества естественно научного образования, качества чтения, извините, ПИСа. Эти исследования уже проводятся в нашей стране очень давно, но почему-то только в этом году вот так вот широко заговорили о необходимости специальной подготовки школьников к этому исследованию. Для того, чтобы понять, к чему готовить, мы должны с вами знать содержание и структуру заданий. Разумеется, никто нам не покажет те задания, которые будут использоваться в текущем исследовании. Публикуются лишь небольшие... Секундочку. Другая аппаратура. Публикуются лишь небольшие фрагменты заданий из общего числа всех этих заданий. И вот я выбрал несколько таких примеров, где есть химия. Что важно нам иметь в виду постоянно? Во-первых, оцениваются достижения учащихся, которым исполнилось 15 лет. Для нас это ученики восьмого и в основном девятого класса. Вот это вот первое, на что мы с вами должны обратить внимание. Второе, на что мы с вами должны обратить внимание. Заданий по химии как таковых здесь нет. Есть что-то около химии. Вот сейчас я вам буду показывать эти задания. С вами мы их будем разбирать. И тогда вы сами сможете убедиться, что, в общем-то, ничего такого страшного в этом исследовании для учителя нет. Итак, первое задание – блеск для губ. В зелёную рамочку обведено само задание. Скажем так, ядро этого задания. Внизу разными цветами выделены вопросы, которые сопровождают это задание. При этом синим цветом я выделил информационную часть, которая помогает школьникам ответить на вопрос. Таким образом, ученик должен извлечь информацию из вот этого ядра, обведённого зелёной рамочкой. Должен суметь сопоставить с тем текстом, который вот здесь на слайде я выделил, синим цветом. В реальных заданиях здесь нет никаких выделений вообще. И после этого ответить, собственно, на вопрос, который на слайде выделен красным. К каждому заданию предлагается... Извините, не каждому заданию... Нет, правильно я сказал. К каждому заданию предлагается несколько вопросов. Первый вопрос мы с вами уже посмотрели. Второй вопрос, это вопрос с выбором ответа. Здесь, конечно, меня как химика настораживает несколько текст, выделенный синим цветом. Масло нельзя смешивать с водой. Вопрос. А кто сказал, что нельзя? Если бы масло нельзя было бы смешивать с водой, то такой популярный соус майонез вообще бы, в принципе, и не существовал бы. Воск не растворяется в воде. Мы с вами прекрасно знаем, что совершенно нерастворимых веществ нет. Всё в какой-то мере растворяется в воде. Написали бы, хотя бы не без химических ошибок. Вдруг попадётся какой-то очень умный ученик, который знает. Он сразу же запнётся об эти ошибки. И забудет о том, что нужно отвечать непосредственно на вопрос. Вот опять вы увидите дополнительную информацию. И вопросы, которые здесь перечислены, извините, ответы, которые здесь перечислены, они направлены на понимание вот этой дополнительной части, дополнительной информации, выделенной синим цветом. Вот таким образом мы с вами видим структуру этого задания. Вот если держать перед рукой полностью текст этого задания, не так вот фрагментарно, как я его показывал, а иначе я его просто не могу показать, на слайд не поместится, то мы с вами увидим, что только первый вопрос отправляет школьников непосредственно вот к ядру этого задания, блеск-диагог. Вопрос 2 и вопрос 3 для ответа ученик должен обратиться к дополнению вот этого ядра самого задания. И еще одно задание. Питьевая вода. Ну вот это вот, пожалуй, единственное, что я нашел, соответствующее тем химическим знаниям, которые имеет школьник к, ну скажем так, к середине 9 класса, когда обычно и проводится такое исследование. Очистку воды изучают в самом начале курса, когда говорят о разделении смесей. Правда, в последнее время отказались, практически все авторы отказались от подробного рассмотрения водоподготовки для бытовых нужд. Но тем не менее, вот здесь вот школьники, 9-классники могут совершенно спокойно ответить на все вопросы. Вот он, второй вопрос. Вы его видите. Третий вопрос. Зачем вот добавляют хлор? Ну, к этому времени, к времени проведения исследования, все наши учащиеся по любой программе уже изучили тему галогены, уже знают области применения хлора. Ну, тут вопрос, в принципе, предполагает множество разных ответов, поэтому здесь дают свободные формы ответов. Но анализ эталонных ответов, за которые выставляются баллы, он тоже вызывает некоторое смущение, потому что, ну, например, ученик скажет, значит, перед тем, как пить воду, что нужно сделать? Вариантов-то множество. Правильным предполагается ответ про кипятить воду. Но ведь же можно взять перманганат калий туда, в эту воду добавить. Эффект будет тот же самый, что при добавлении хлора. Ну, а зону в домашних условиях получить сложно, но и при желании все-таки можно и прозонировать эту воду. Но такие ответы не принимаются, потому что они не подпадают под эталонный. Ну, здесь опять вопрос с выбором ответа. На что следует обратить внимание? Вопрос уже перекликается с биологией, то есть с курсом человека и его здоровья, который как раз изучается в девятом классе. вот смотрим, что мы имеем здесь. Вопросы 1, 4 и 5, они зависли, скажем так. Основной текст об одном, текст с картинкой, дополнения, всякие дополнения, которые, кстати, отсутствуют в пятом вопросе. Эти вот дополнительные тексты, они непосредственно с вопросами не связаны. Вопрос номер 2 отправляет к изучению картинки, но не текста. То есть мы должны своих учеников учить извлекать информацию не только из напечатанного текста, дискретного текста, но и из аналогового текста, то есть из каких-то изображений, которые приводят авторы заданий в этом исследовании. Вот следующий, кари из зубов. Вроде бы все очень и очень актуально, но опять-таки здесь куча химических ошибок имеется. Это первое. Второе. Органическую химию к этому моменту дети еще не знают, поэтому всю информацию для ответа на вопрос они должны извлечь непосредственно из самого задания. То есть вот посмотрите, вот приводится 4 пункта, и ученик должен выяснить, какова же роль бактерий. То есть из этих вот 4 пунктов, которые идут после слова, например. Вот здесь вот ученики должны синтезировать ответ из этих вот 4 пунктов. Анализ графиков. Но урока химии мы графики практически не анализируем. Но может быть кто-то в 8 классе дает диаграмму распространенности химических элементов в земной коре. Некоторые обращаются к графикам и диаграммам при изучении скорости химической реакции и химического равновесия. Но все это такие вот отдельные эпизоды, крайне редкие. Поэтому здесь ученик не может опереться непосредственно на знания, полученные при изучении химии. Здесь нужны знания и умения, полученные на уроках математики, на уроках физики, где задания по чтению графиков очень широко представлены. Вот третий вопрос. Он построен по тому же принципу, что был вопрос в предыдущем задании нужно ввести да и нет. Хотя в общем-то вот из той диаграммы, которая была, извините, с того графика, который был приведен раньше, я бы, например, сказал, сколько должно стоить посещение зубного врача. Я бы здесь бы ответил да. Потому что очень часто человек не идет к врачу только лишь по той простой причине, что ему нечем оплатить услуги этого врача. Далеко не во всех странах медицина бесплатная. И даже там, где она есть бесплатная, многие предпочитают обращаться все-таки в платные медицинские организации. Так что вопрос здесь довольно-таки спорный. Скажем так, он некорректно сформулирован. И в общем-то здесь должны быть в принципе готовы к этому. Вот смотрим структура. Вот казалось бы третий вопрос должен нас отправить вот к этой вот диаграмме. Но как я уже только что сказал, связь здесь настолько слабенькая, стоило бы наверное заменить второй вопрос входящий в состав третьего вопроса. для хлеба. Ну вот казалось бы совсем уже химическое задание. Но опять-таки процесс ображения они изучаются 10 класса. Когда мы наконец доходим до углеводов. Значит опять-таки ученик должен вычерпывать информацию исходя из того что ему дали. Вот очень интересен вопрос номер 2. Вот данные такие вот две картиночки и вот здесь вот повар должен сравнивать результаты эксперимента. Отсказка непосредственно в этих картинках но закон сохранения массы веществ изучался год назад. А потому школьники уже подзабыли. и об опытах Ломоносова это первые две картинки и об опытах Роберта Бойля. Тут понятно у нас слишком мало учебного времени для того чтобы погружаться в историю химии для того чтобы постоянно наших учеников возвращать назад к изученному дай бог что называется галопом по Европам пробежать через всю программу но тем не менее химические знания необходимые для ответа на этот вопрос у школьников есть и они вполне могли бы на эти вопросы правильно ответить а вот этот вот вопрос он опять таки химическими ошибками некоторые атомы углерода поступают из сахара а там больше нет нигде углерода кроме как сахара почему же некоторые или молекулы соли обратили внимание да молекулы углерода входит в состав молекулы соли такие вот химические ошибки или химические неточности как в первом случае они сбивают школьников значит нам с вами необходимо их готовить к тому что им могут задать вопрос с подвохом этот подвох нужен суметь вычленить из самого задания вот опять таки здесь я уже эту схему не комментирую вы все прекрасно видите здесь что с чем связано вопрос номер три он опять таки повисает в воздухе здесь уже основа для правильного ответа те знания которые ученик имеет ну кислотные дожди тоже довольно таки интересный довольно таки интересные интересные задания кислотные дожди к этому времени школьники уже знают свойства элементов главной подгруппы пятой группы и поэтому они могут сказать откуда оксид серы и оксид азота попадает в воздух но кислотный дождь вот обратите внимание кислотный дождь более кислый по сравнению с обычным дождем вот если ученики остановятся только вот на этих вот двух ответах почему обычный дождь он все таки тоже кислый и не ответят откуда дальше попадают откуда еще попадают оксиды азота и серы то ответ уже не будет зачтен как правильный значит вопрос номер один он предполагает полный развернутый ответ как вы видите здесь не дается никаких вариантов для ответа вот вопрос номер два опять таки это у нас задание связанное с законом сохранения массы веществ сознанием физических свойств оксида углерода 4 ну понятно что здесь меньше чем 2 грамма здесь опять-таки вы видите третий вопрос это вопрос со свободным ответом и он в общем-то проверяет не столько знания непосредственно химии сколько еще и умение ставить контрольный опыт вот опять структура этого задания и в общем-то у нас возникает вполне законный вопрос для того чтобы готовить к выполнению таких заданий нам необходимо иметь сами эти задания здесь в общем-то можно предложить два пути да вот перед вами извините забыл про этот слайд обобщенная структура заданий тексты используются используются рисунки фотографии используются графики диаграммы причем вот это вот левая и центральная часть данного слайда она дает информацию для того чтобы правильно ответить на поставленный вопрос получается что эти задания проверяют не столько химические знания сколько умения работать с текстом умение из текста извлекать информацию в данном случае по текстам я также понимаю и графики и диаграммы и фотографии и какие-то схематические изображения рисунки и так далее и тому подобное вот перед нами перечень химических знаний в заданиях ПИСа вы видите что для того чтобы проверять вот непосредственно химию школьники должны уже быть во втором полугодии 11 класса а это уже никак не 15 лет вот возможно именно по этому по этой причине в заданиях ПИСа как таковых химических знаний то и нет то есть мы не проверяем здесь умение составить уравнение химической реакции или описать свойства какого-то конкретного вещества подтвердив опять-таки уравнение химических реакций или решить какую-то задачу по расчетам с расчетами по химическим формулам или уравнения а вот свойства заданий они довольно-таки у нас интересные во-первых все эти задания связаны с повседневностью не с какими-то там страшными ну не знаю окислительно-восстановительными реакциями и расстановкой в них эффициентов методом полуреакции нет там такого вот все непосредственно из жизни второе это межпредметные знания вспомните хотя бы хлеб или питьевая вода межпредметные знания ученик должен суметь объединить знания полученные на уроках биологии и физики отвечая извините химия отвечая на вопрос что будет если человек выпьет неочищенную воду универсальные учебные действия ведь же вот это вот вычерпывание информации которые представлены в самых разнообразных формах это есть не что иное как универсальные учебные действия ну и наконец минимум химических знаний то есть задания формате ПИСа они полностью соответствуют личностным метапредметам и предметным результатам прописанным в федеральном государственном образовательном стандарте итак два пути у нас с вами есть первый путь это самостоятельно разработать такие задания и предложить их ученикам хорошо вот в интернете находим задание связанное с консервами комплементарен ли текст этого задания тому химическому материалу который мы в это время изучаем здесь речь идет о бисфеноле о половом гармонии эстрогене и о же синых банках все это мы в данный момент не изучаем значит мы не можем сказать что вот этот вот текст комплементарен школьному курсу химии 8-9 класса уже по этому принципу мы не можем задание на основе этого текста предлагать нашим ученикам с точки зрения актуальности да это актуально сейчас все говорят о здоровом образе жизни непосредственно вот этот текст я взял из интернета с одного из интернет сайтов но как у нас всегда бывает в интернете один глупость написал другой подхватил и разместил на своем сайте пошла цепочка в конечном итоге невозможно выяснить а кто же именно первым все это насочинял тем не менее здоровый образ жизни здесь ясно просматривается актуально идем в поход консервы актуально даже если мы предположим что вот в данный исторический момент мы изучаем тему железа все равно вот притянуть сюда разработать какое-либо конкретное задание связанное непосредственно вот с этим вот железом ну практически невозможно наконец третий момент третий момент это насколько доступен этот текст вспомните в заданиях писал давались дополнительные какие-то разъяснения каждому из вопросов внутри задания но попытаюсь я сделать этот текст доступен приведу формулу бисфенола А это формула слева приведу формулу эстрогена один из женских половых гормонов один из ну посмотрите можем ли мы сказать что бисфенол А это гормон да ни в коем случае вот этот вот текст он будет недоступен школьнику даже тогда когда мы будем пытаться что-то ему подсказать дать какие-то подсказки увидел такие страшные формулы ученик тут же упадет в обморок девятый класс какие-то черточки какие-то шестиугольнички и что с ними делать что они обозначают девятиклассник просто-напросто не знает где можно взять тексты для разработки ну это во-первых газеты причем газеты лучше брать такие которые ну скажем так или совсем желтые как газеты жизни или с легким налетом желтизны как московский комсомолец мы можем брать научно-популярные журналы серьезные наука и жизнь и химия и жизнь оттуда черпать тексты ну и разумеется интернет ресурсы интернет а можно пойти по другому пути другой путь он представлен линейкой внизу вот в рамках проекта сферы химия разработаны сборники задач они так называются задачники в которых собраны задания по всем темам школьного курса химии и эти задания они разработаны в формате писат то есть они заставляют ребенка работать с текстом редкие редкие исключения когда задание как-то вот выбивается из этой вот из общей линейки отвечу на предполагаемый вопрос линейка учебников с 8 по 9 класс включена федеральная перечня учебников поэтому вы можете в соответствии с федеральным законом об образовании и третьей частью федерального государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования вы можете смело их заказывать и школа их получит бесплатно за счет средств федерального бюджета а вот задачники они не являются предметом сертификации к сожалению задачники они разработаны по той же схеме что и учебники то есть глава в учебнике это глава в задачнике параграф в учебнике это параграф в задачнике заданий дано в избыточном количестве так чтобы учитель мог выбрать какое ему задание понравилось то и дал требовать чтобы ученик выполнил все задания это значит или же они будут делиться друг с другом то какое задание выполняет потом будут списывать друг у друга один вариант второй вариант они будут делать только эти задания в ущерб изучению других предметов ну и третий вариант они вообще немутационных заданий очень коротко охарактеризую задание непосредственно из задачника вот в отличие от заданий писа здесь на каждом задании отрабатывается какое-то одно универсальное учебное действие лучше сказать универсальное интеллектуальное действие вот например составление плана сворачиваем текст до плана ведь же нам это нужно не только пока мы учимся и когда мы учим то есть в практической деятельности человека тоже возникает необходимость свернуть большой текст в компактный план учебник для таких заданий не подходит поскольку любой учебник он жестко структурирован и там достаточно взять подзаголовки которые идут внутри параграфа и уже вот он готовый план я вам рекомендую использовать для этого вот для этой цели если вы хотите сами оставлять такие задания использовать основы химии Дмитрия Ивановича Менделеева полный текст этого фундаментальнейшего учебника размещен в сети его оттуда легко скачать и составить свое задание почему я рекомендую использовать именно эту работу Менделеева текст очень слабо структурирован там встречаются абзацы на три страницы текста где мысли автора плавно перетекает от одной темы к другой и вот здесь вот у ученика уже нет подсказки где же в каком месте начинается новая мысль ученого где начинается скажем так новый пункт плана это первое чем интересен Менделеев второе чем он интересен эти тексты они значительно по своему содержанию отличаются от текстов учебников здесь очень много исторических фактов приводится здесь очень много географических фактов физических фактов то есть то что объединяет химию физику физическую географию биологию в одно единое целое что мы называемся с воззнанием и то на что у нас не хватает времени на уроке вот эту информацию школьник запросто получает при выполнении такого задания ну и наконец третье мы на уроках пользуемся в подавляющем большинстве случаев химической номенкватории ЮПА совершенно забывая о том что существует тривиальное название веществ что существует старая русская номенклатура например что такое бикарбонат натрия редкий ребенок ответит что такое кислый кислый фосфорно кислый натрий редкий ребенок нам ответит потому что это в школе не изучается но это есть у Менделеева и вот опять-таки используя такие тексты можно перебросить два мостика первый мостик из школьного кабинета химии на кухню к ребенку второй мостик который мы перебрасываем это уже мостик исторический от современности к тому что было 150 лет тому назад уже даже больше вот изменение знаковой системы здесь оно все довольно-таки просто мы постоянно этим занимаемся изменяем знаковую систему например мы проговариваем что там водород горит в кислороде с образованием воды и записываем уравнение реакции пожалуйста мы с вами изменили знаковую систему мы перешли от естественного русского языка к искусственному языку химии вот таких вот заданий здесь довольно-таки много также здесь вы сможете найти обратное задание когда нужно с химического языка сделать перевод на русский язык то есть дается уравнение какой-либо химической реакции к нему конечно же задание что нужно расставить коэффициенты то есть в задачнике непосредственно в задачнике схема в тетради этого превращается уже в уравнение после расстановки коэффициентов и дальше идут уже дополнительные задания например составьте рассказ не менее чем из 5-7 предложений на основе той информации которую вы получили при чтении данного химического уравнения есть вот такие задания то есть задания на обратный перевод точки зрения аргумента но вот здесь вот я в презентацию не стал вставлять задание под хитрым названием куриный форум вы в конце увидите qr-код который приведет вас непосредственно к этому заданию вот там вот разные точки зрения на одно и то же явление не буду рассказывать что а то вам будет неинтересно потом поработать с этим заданием ну здесь в общем-то ученик должен дать очень четкий ответ аргументированный ответ согласен он или не согласен встречается задание несколько усложненные например приведите аргументы за и против какой-либо точки зрения то есть дается информационный текст и после него приведите аргументы за то что вот это правильно и отдельно приведите аргументы против но такие задания они идут в основном в старших классах поскольку здесь требуется уже довольно-таки хорошо развитое логическое мышление все-таки восьмой класс и отчасти девятый класс здесь все-таки мышление образное наглядно образное ну вот критическое мышление везде мы говорим о критическом мышлении совершенно порой забывая о том что критическое мышление не всегда несет в себе негатив результатом критического мышления может быть могут быть и какие-то положительные эмоции когда мы соглашаемся с точки зрения автора искать ошибки в исторических текстах это дело в общем-то скажем так нехорошее мы можем так обвинить Менделеева в том что он не знал химии потому что представление химиков середины девятнадцатого века основы химии писались именно тогда середина шестидесятых начало семидесятых годов в семьдесят первом году вышел в свет первый том 1871 вышел в свет первый том основ химии поскольку ну были другие воззрения на природу вещества на химические реакции наука же не стоит на месте она развивается вот например та же самая молекула соли она имеет право на существование если мы рассматриваем вещество в рамках атомно-молекулярного учения но после того как мы прояснили электронную природу химической связи то тут уже извините это ионное соединение здесь уже молекул нет и мы уже не можем говорить о том что валентность натрия равна единице хотя в начале восьмого класса да в рамках атомно-молекулярного учения здесь все абсолютно правильно валентность натрия равна единице то же самое с валентностью например углерода в угарном газе до изучения химической связи мы честно детям говорим что валентность углерода равна двум но как только изучили химическую связь тут уже извините мы должны говорить что и углерод и кислород в этом соединении не трех валент а цифра 2 в скобках после названия это ни в коем случае не валентность а это степень окисления еще один пример оксид азота 5 валентность 4 у азота степень окисления у азота как мы с вами знаем 5 или пентакарбонил железа то во что превращается железо из гемоглобина когда человек надышится угарным газом валентность железа 5 в этом соединении степень окисления железа 0 то есть вот эти вот понятия нужно обязательно разводить и в задачнике для 9 класса по программе сферы химической связи случается именно в 9 классе довольно много заданий на развлечение вот этих вот понятий валентность степень окисления заряд ион вот еще пример развития критического мышления так называемые софизмы утверждение которое на первый взгляд кажется совершенно достоверным совершенно обоснованным вспомните как черепаха не может догнать бегуна поскольку пока бегун извините бегун не может догнать черепаху поскольку пока бегун делает один шаг то черепаха тоже продвигается вперед расстояние сокращается но никогда не будет равно нулю между ними или в математике довольно таки часто используются доказательства того что 2 умноженное на 2 равно 5 но вот в этих софизмах есть одна иногда две ловушки логических на первый взгляд незаметные но именно они приводят к неправильному ответу вот пример из учебника для 9 класса тема теории электролитической диссоциации здесь кстати в этом задании связываются не только знания химии но и знания физики тоже они уже знают проводники первого и второго рода поскольку времени у нас с вами очень и очень мало я вам просто вот даю вот эти вот ссылки QR-коды значит большой вот этот QR-код рядом с обложками задачников приведет вас в интернет магазин издательства просвещения где вы можете заказать потом получить по почте эти пособия там они знаете многократно дешевле чем в книжных интернет магазинах и тем более в книжных магазинах в обычных а вот эти вот маленькие ссылочки это открытые задания писа вы просто эти задания вот эти QR-коды сканируете попадаете на официальную страницу если вдруг случай он где-то ошибся когда делаете QR-коды вы попадете на английский вариант там есть кнопочка которая позволяет выбрать язык только пожалуйста обращайте внимание что например русский язык там будет написано Россия русский язык будет написано Белоруссия русский язык будет написан Казахстан задания немножечко различаются поскольку различаются наши методические школы и некоторые термины принятые у нас в этих государствах звучат несколько иначе ну вот приведу простейший пример в советской школе в украинской советской школе в ряде школ химия изучалась на украинском языке и хорошо нам знакомый углерод в учебниках в сборниках задач которые были на украинском языке назывался вуглец после распада союза когда не народ я все-таки думаю а высшие слои на украине повернулись в сторону запада углерод превратился в усеченное свое латинское название карбон карбонеум отбросили латинский суффикс получился карбон пислород превратился в оксиген причем эти названия используются в том числе и в школах где химия преподается на русском языке вот поэтому если вдруг вы вот на этом вот сайте наверняка сейчас там появились какие-то новые задания выбирайте пожалуйста задание на русском языке в соответствии с той страной где вы работаете я просто здесь вот увидел в общем чате что тут есть в общем-то представители среди слушателей есть представители и других государств ну а сейчас я здесь попытаюсь найти вопросы вот две штуки если есть вопросы пожалуйста так вот пожалуйста отвечаю вот отвечаю Светлане Ляховой подробно по какому бы учебнику вы не работали химия она и в Африке химия другая компоновка материала ну вот если вы например будете сравнивать программы к учебникам под редакцией Лунина это коллектив авторов химического факультета МГУ уже ставшей классикой учебник Рудица и Фильмана или возьмете сферы вы увидите что разворачивается материал именно в той последовательности в одинаковой последовательности вот в этих вот трех линиях учебников если возьмем учебник ну я не знаю нет его уже в перечне Олега Сергеевича Габрилиана издательства ДРАФА там же он идет по пути высшей школы сначала массировано дается теория строения вещества химические реакции а потом уже пошло накопление каких-то эмпирических знаний можно использовать конечно же только нужно будет переставлять местами и если вот при работе по учебнику сферы вы совершенно спокойненько говорите ученикам вот реализации например того же самого индивидуального личностного подхода значит в учебнике предположим параграф 10 и задачника параграф 10 любые два задания какие вы захотите там еще есть такие вот кружочки один кружочек два кружочка три кружочка дети-то привыкли кружочки звездочки это уровень сложности чем больше вот этих вот кружочков тем сложнее задание здесь совершенно не так здесь вот эти вот кружочки они идут не по химическому содержанию а по мыслительным операциям которые должен выполнить ученик ну вот я надеюсь что я ответил давайте пожалуйста еще задавайте вопросы пока у нас есть время так кстати пока вы пишете мне вопросы я вот сейчас занимаюсь студентами Московского государственного областного университета методикой химии в частности с таким разделом как формирование и развитие химических понятий и вот мы с ними сравниваем как одно и то же понятие формируется и развивается в разных линиях учебников было бы конечно очень неплохо если бы вы имели у себя в багаже все учебники действующего перечня они сравнительно недорогие опять-таки если их покупать в интернет магазинах издательств а не в книжных магазинах например цена учебника сферы для восьмого класса в лабиринте в два раза больше цены в интернет магазине издательства просвещения в два раза больше когда вы будете иметь вот живьем перед собой учебники когда вы их внимательно прочитаете сравните друг с другом сравните изложение материала в учебнике с уровнем ваших учеников тогда вы сможете сделать правильный обоснованный выбор той или иной линейки учебников так но вопросов нет так в чате что-то появилось новое вот пожалуйста появилась презентация для скачивания хочу вас предупредить что здесь нет никаких текстов рисуночных поэтому то что вы услышали то вы услышали но еще вот что следует иметь ввиду на ютьюбе есть канал просвещения там вы находитесь плейлист химия и в этом плейлисте есть абсолютно все вебинары посвященные химии которые уже прошли разумеется записи этих вебинаров они все там сложены не только мои но и других ведущих ну что ж всем вот вот посмотрите что мне написала Елена Балакирева не мне а в чате вот найдите видно что человек уже работает по этим пособиям это уже не я как автор говорю это уже говорит учитель так ну что ж спасибо вам за то что меня так долго слушали жалко что так стоп еще вопрос появился нет это появилось спасибо вам спасибо спасибо